всем здравствуйте вашему вниманию хочу представить к обзору хочу представить вот этот радиоуправляемый мини-вертолет китайского производства название у нее как такового нет надпись на коробке гласит хеликоптер и дальше различаются вертолеты которые кладут в эту коробку по серийным номерам тот который мы будем смотреть это fx-022t также в эту коробку могут положить fx-021t то есть это абсолютно одинаковые вертолеты по механизмам по пропеллерам по пультам различаются они по корпусам ту которую мы смотрим это пластиковый вертолет корпус из пластика а 21 модель она вот она здесь на коробке у нее корпус металлический с пластиковой кабиной кабин не меняется то есть ну если она отлетит то ее как бы ну можно на клей наверно приклеить не знаю меня не отлетала могу сказать что у меня была это и эта модель и 21 вертолеты достаточно крепкие при падении ну в общем с ними ничего не происходит если сильно не газовать и а блюстру не бить то как бы вертолеты достаточно крепкие в комплекте был сам вертолет пульт инструкция и запасной хвостовой винт пластиковый значит инструкции на английском языке вот в общем то по ней можно наверно и проведу вот обзор как бы вот на первой странице нарисованы модели которые могут быть в этой коробке оказывается тут еще могут быть и и и фэкс 0 2 т и фэкс 0 3 т но не имею в виду вот в эту в этих коробках они мне не попадались так дальше дальше нам говорится про пульт о том как правильно вставить батарейки хочу обратить внимание потому что вроде бы но сложно ничего нет вставить правильно батарейки но многие люди не могут с этим справиться то есть внимательно следить за положение полюсов то есть если вы неправильно ставите соответственно но вертолет работать не будет не летать не заряжаться ну то есть обратите на это внимание это очень важно значит дальше тут говорится об управлении за что отвечают стики значит левый стик у нас отвечает за газ за акселерацию чем больше стик поднимается вверх тем больше газ соответственно автолёт выше поднимается правый стик отвечает за поворот лево право и движение вперед назад дальше значит у нас есть здесь крутилочка триммер называется она отвечает за что то есть если у вас вертолет начинает крутиться вокруг своей оси вот этой крутилки дриммера можно произвести регулировку найти такое положение при котором вертолет будет оставаться строго по курсу что здесь еще есть но вот есть проводок зарядки штекер и два тумблера один он off вот я его включил загорелся красный огонек и третье три канала abc я этим не пользовался но я так понимаю что это для того чтобы одновременно запускать три вертолета то есть каждый вертолет по видео можно отстроить вот на какой из либо этих каналов abc что еще по этому пульту значит на самом деле вертолет не радиоуправляемая управляется за счет инфракрасного излучения ответил такая штучка как у пульта для телевизора то есть о чем это говорит что этот вертолет предназначен для полетов в помещениях то есть где нет солнечного прямого солнечного света то есть если вы будете запускать на улице и будет солнечно то есть вертолет может не реагировать на пульт и но вести себя неадекватно поэтому надо учитывать что этот вертолет предназначен для помещения так что у нас дальше следующая страничка у нас по поводу зарядки как правильно вставлять штекер значит включаете пульт загорается красный огонек берете этот штекер папы и вставляете вертолет у вертолета тумблер должен быть в положении офф то есть вертолет должен быть выключен вот вставляете на самом деле сложного тоже ничего нет тут есть такая вот защита от дурака то есть неправильно вставить штекер нельзя то есть либо правильно либо никак то есть вставили штекер загорелся вот зеленый огонек говорит о том что вертолет заряжается ну на следующей странице тут говорится о проблемах которые могут возникнуть и как пытаться их решить но все достаточно тривиально значит расписываться не буду но суть такая что проверьте правильно вставили батарейки включен ли пульт в положении он включен ли вертолет в положении он все очень просто и последняя страница нам рассказывает о том какие фигуры 3d пилотажа можно выполнять вот на коробке написано 3d flying ну никакого 3d flying здесь нет понятно что это ну китайцы чуть приурали ну понятно не привлешь не продаж то есть вот сейчас попробую показать весь 3d flying заключается в том что можно выполнять вот такую восьмерочку то есть летать по траектории восьмерки вот весь 3d flying то есть для 3d полетов нужны немного другие вертолеты уже ну как бы посерьезнее то есть это уже будет не игрушка достаточно серьезные модели вот это обычная игрушка соосный вертолет и понятно кто разбирается тот понимаешь никаким 3d flying здесь и не пахнет ну вот я думаю уже подзарядился чуть-чуть да и по поводу зарядки заряжать надо минимум там стоит литий полимерный аккумулятор заряжать надо минимум 20 минут вот но я его перед этим чуть подзарядил сейчас вот он чуть набрал я думаю для показа хватит тумблер в положении он он весь замигал далеко летать не буду так попробую взлететь чтобы понятно было ну вот вот этот вертолет летает при определенном навыке достаточно неплохо он будет летать просто ну нам чуть потренироваться не газовать на всю то есть не давить тапок в пол вот и через какое-то время у вас получится взлетать сажать его туда куда вам его заходит куда вы его захотите посадить когда вот я начинал мне удавалось его вот аккуратненько поднимать летать по кухне и сажать на холодильник там или на какую-то ну другую поверхность ну нужен определенный навык еще раз говорю что еще сказать по этому вертолету ну рекомендую то есть вот в этих коробках ну мне очень нравится а так заходите на мой канал подписывайтесь постараюсь выкладывать обзоры на новые игрушки не только вертолетом на машинке катера именно на игрушки потому что если зайдете на канал посмотрите то увидите что как бы вот ну я болею таким увлечением хобби это моя радиоуправляемые модели там уже не совсем игрушки а более серьезные модели вот но начинал вот я с таких моделей так что смотрите видео всем спасибо пока